Мы так рады. А что ты в прошлый раз не зашел ко мне, а? Не захотел. Не хотел? Да, говоришь, не мог. Тебе Лена-то сказала, что я звонил-то? Дырку потом будете там заделывать. Я уже и дверь чуть не сломал вам, и дырку чуть не проковырял там еще больше. А вы не слышите? А вот понимаешь, недопонимание произошло с той стороны, и на меня перекинулось. Только в ноябре вот этого года. Потому что ползимы прошло, а у него 20 дойных коров. У кого? Я про кого говорю? Я про вас говорю. А-а-а, про меня. А я-то говорю, про кого Лене звонил. Сделай ему звонок. Какой звонок? Ну сломай, это может, дверь. Ну какой, или лампочку, или звонок. Он говорит, идите, стучите в окно. Ну вот иж, правила у вас свои, которые не всем понятны. Мне, например, не понятно. Ну так ты понял, про чем вы говорили-то? Гостей к вам. Ну понял. Ну это только в ноябре, договорились. В силе остается. Потому что они, говорят, летом заготовка, сено идет. Он прислал фотографии, как делает. Двадцать дойных коров у него. А думает, переехать сюда. Он все молится. В монастырь поехал. Там людей просит, чтобы узнать волю Божью. Четырнадцать ребятишек. Я думал, половина у него десять свои. Десять свои. А четыре приемные. И человек веселый. А там-то что не живется? Призов. Познать русский язык. И теперь, может быть, для русскоязычных проповедовать в Америке. Он проповедник. А эти годы до этого занимался политикой. Политик какой-то там. Что означает политик, я уже не спрашиваю. Ну, факт остается фактом. Что эти годы, говорит, я проповедовал усиленно. Уличный проповедник был. Ну, сейчас детей учит дома. Сам преподает, видимо. И показал, как он там у него кафедра вот такая стоит. На лужайке своих жителей там собрал. Кто там рядом есть и сидит. Слушает там человек двадцать. Но если все благополучно будет, это будет благословение Господне. Все годы я молился об этом, чтобы сохранить школу. Для школы это, конечно, было бы. Вот. И что интересно. Я спросил Витю. Витя, ты продавать дом будешь? Да. Я говорю, сколько ты просишь? Мы договорились о цене, все. И вдруг Витя дает откат назад. Не в этом году. То есть еще год надо. Я подумал, так как я думал дом приобрести для человека, который приедет там. И подумал, что-то в этом не так. Маленько поглядя, он отвечает. Вот какая связь, понимаешь? Это человеку нельзя так заранее все это начать. Никак связь не устанавливается. И вдруг сразу раз. Пошло. Я ему сразу 75 фотографий только послал. А у него нет связей в интернете. У него нет скайпа. Почему так? Ну, видимо, приучен. Вот с тех годов протестант был, искал православие. И, похоже, наткнулся. Не такое, чтобы проходное было, как угодно. Но я фотографии не один раз уже скидывал ему. И принимаем это как благословение. По-нашему звать его Стефан. Стефан. Ну, поехал, коротко. Стеф. Ну, у нас же Горбачева. Там Горби его взяли везде. Горби. Горба. Да что? Они не знали, как букву «Щ» написать. Разные издательства спорили. Кто семь буквы пишет, кто шесть. Понятно. Так. Ну, ладно. Какие еще там новости есть? Бери, бери. Сколько тебе чего надо? Так, ты... Я тебе еще говорю, ты запоминай. Когда весна будет, вы пройдите там, где... Ну, там видно, где лежат наши доски на подъем воды. Когда начинает сбавлять, везде поднимите. Рассчитано все. Это никак. Ну, Володя там будет. Вот эту яму, ему тогда тайт-то будет, наверное. На Рыжковском я беспокоюсь. Так и не завалили же яму-то. А она будет давить сильно. Ну, у нас там все предусмотрено. Вокруг идет. Ну, вот это вот не получилось у нас. Ты никак не смог, а я вообще никак. Ну, мы сделали все, как надо. И дальше. Рыбы не купили. Купить рыбы. Какой? Какая есть, кроме карпа-то? Рыбы купить, в пруды пустить. Хотя бы по три. Не в один пруд валить, а на Рыжковский, на второй мостик. Наверное, все. Мы завязали с рыбой. Я так думаю. Ну, я прошу тебя. Она не выживает у нас. Ну, я тоже. Что-то нет. На лагерном не выжило ничего. Ловили. Один год и все. Смысла нету особого. Конители много. Она не нужна. Рыбаков нету у нас. Есть один и тот так. Немножко. Ну, во всяком случае, кроме вас никто не купит, не привезет. Хотя бы по три пары запустить. Вот Алексей. С Алексеем потом будет. Да Алексей, это какой Алексей? Что-то там он едва до живой говорит. Какой? Ты про Сиськова говоришь? Да зачем мне Сиськова? А-а-а. Да, он этим занимается. Я далек от рыбы. Ну, понятно. Так, так, так. Ну, еще вы договорились насчет земли. Вы меня так и не подпрягли. Новый год. Я нигде не ходатайствую. Вы не написали, чтобы я пошел. Что насчет земли-то? Договорились, батюшка? Какой земли? Для Потеряевки землю. Когда батюшка поехал, обрезали по Алешин дом. Даже ближе. Почему? Я же ездил туда, в земельный комитет. Все там сделали. Да почему? Зимний-то. Ну, я уехал-то, еще зимы-то не было. Я ждал, ждал. Зачем вы-то нужны здесь, я не пойму, землею? Когда я уже пошел в земельный комитет, там все сделали, все обратно вернули на прежние места. Вернули как было. Да. Сейчас сколько земли у нас? Не знаю. Дали им задание. Они, то есть, на прежние уровни поставили. Так, насчет железной дороги еще. С твоей улицы, это уберут ее или нет? Ну, мы работаем сейчас через суд, старчиков занимается. Дело в том, что зима. Вы не написали, просил же я в прошлый раз, насчет дороги. Хотя бы у них в запасе было, что так и так проложите дорогу щебенистую, где там есть. По старой дороге, там где, не там, а за озером, где за ворот был. Там же дамба сохранилась. Ну, запроса нет. Я стал спрашивать, а вы делали заказ? Нет. У вас в бюджет не включили? Нет. Всего ничего, бумажка одна. А они могли, вполне даже могли. Это дело не простое, а такая деревня. Ну, вот вы так. Ради Христоса. Ты понял? Да. Вы хоть сейчас напишите бумагу, еще время есть. Я пойду к губернатору везде пойду. Чтобы они, у них всегда остается что-то остаточный минимум какой-то под землей. Они могут туда сказать, готовы, ну, проложите, посмотрите. Земля-то почти до конца насыпанная. Только вот этот, до лесополосы, с этой стороны, которая идет, от дороги. Дитя не плачет, мать не разумеет. Меня Росаков учил, говорит, вы научитесь так, он юрист был, вы в каждую щель толкайте бумаги. Вот какое-то дело затеяно, бумага туда, там узнал, где документы туда, тогда дело движется. А бумаг нету, бумажки таракашка. Ну, понятно. Так. Ну, я им написал, а тебе данные скинул. Что у тебя есть? Сколько у тебя сейчас земли? Сейчас неизвестно. То есть, ты ее не опорил? Плаваю еще, да. 300 гектаров плюс 100 туда-сюда неизвестно будет. Ну, я написал 400. Ну, пока 400. Так, теперь, ну, видишь, он думает, где-то там один у него приехал тут, его знакомый-то, и уже будто за него кто-то землю ему взял там, ну, кто-то как-то. Здесь так не пойдет. Спрашивает о земле, и о земле под дом можно не строить. Где? Начинать строить. Что, куда-то идти надо или чего-то? И землю как-то заплатить или что? Как Леша-то делал? На месте, как придешь, как приедет, тогда потом смотреть, где земля. Ну, да. Если только все благополучно будет. На сегодняшний день вот так вот, оказывается. Сегодня он сказал, что, может, я выразился неправильно. Он просто не поминал, не говорил, а дети двое, старшие, которые... Оказалось, что речь идет о будущем годе. Почему? Потому что уже время прошло, и чем они дольше тут будут, тем лучше для языка. И поэтому он в ноябре заканчивает по сельскому хозяйству. Живут около Миссисипи, там, говорят, субтропический климат у них. Да, у нас соседей. Сходный, да, у нас климат. Вот так. Ну, что, Володя? Ну, ладно. Ты пошел? Да. Еще надо от меня, нет? Да, Кунчук, Бабинадий. Да нет, не надо. Надолго? Так, Воробьев, тебе много там на складу? Сильно заедают? Заедают. А голубей? Ну, штук двадцать, наверное. Штук двадцать? Да. И ты не можешь их, это... Да я и не пытаюсь. Они летают мне красиво. Ну, ладно. Моих, смотри, там, они белые. Все, мы пошли. Давай молимся. Спасибо. Спасибо.